Мы распечатали и повесили на доску отрывки из записи Зинаиды за 1975 год. Какой тяжелый получился год, сплошные беды и несчастья. Скончались любимые всем народом артисты — Любовь Орлова, Ефим Капелян, Ольга Андровская, Борис Бабочкин, наш незабвенный Чапаев, Георг Отц, непревзойденный мистер Икс, красавица Валентина Серова, ушли от нас великий композитор Дмитрий Шостакович, известный хирург Вишневский, писатель-блокадница Ольга Берггольц. Невосполнимые потери для великой советской культуры. Да и у нас в семье не обошлось без сложностей. Сначала Володю срочно положили в больницу и прооперировали по поводу аппендицита. Он несколько дней жаловался на боли в животе, но не хотел пропускать занятия в институте. Учебный год только-только начался. Как и все молодые ребята, оттягивал посещение поликлиники до последнего момента, когда боли стали уже нестерпимыми, и его прямо из кабинета хирурга на скорой увезли в стационар. Я написала заявление на недельный отпуск за свой счет, чтобы ухаживать за Володенькой, кормить его домашней едой и все время быть рядом после операции. Моталась из дома в больницу, из больницы на рынок, потом домой. Готовила диетическое питание. Снова в больницу, потом снова домой, чтобы приготовить ужин для мужа и дочери. И снова в больницу. Эта безумная гонка закончилась тем, что я упала прямо на улице. Закружилась голова, потемнело в глазах, и я рухнула, ударившись затылком о тротуар. Прохожие помогли мне подняться, я добралась до дома, подумав, что раз голова не разбита и крови нет, то ничего страшного не случилось. А на следующий день уже не смогла встать, пришлось вызвать врача, и выяснилось, что у меня сотрясение мозга. Из больницы Володю забирал муж, и целый месяц после этого мы с сыном провели в нашем маленьком госпитале. Я лечила сотрясение, а он вылеживал осложнение на сердце, вызванное длительными болями, наркозом и операцией. Никогда не знала, что боль нельзя терпеть долго. Это слишком большая и опасная нагрузка на сердце. И начало нового учебного года, тем более, что теперь наши дети оба студенты. Ульяна приступила к учебе на первом курсе Института иностранных языков. Для всех нас это огромная радость. Я хотела бы поделиться ею подробнее, но, к сожалению, нет такой возможности. Лежу с сотрясением мозга, читать не разрешают, пишу с трудом, нарушая запрет врачей. Поэтому придется быть краткой. Мы с Володей свалились почти одновременно. Он с аппендицитом и осложнением на сердце, и я с сотрясением. Оба лежим, лишь изредка встаем, как два беспомощных инвалида. Муж переживает, и мне жаль, что из-за нас с Володей ему приходится нервничать. Это отвлекает его от ответственной работы. Ульяна молодец, помогает, как умеет. После института нигде не задерживается. Сразу прибегает домой и хлопочет по хозяйству. Она очень беспокоится о нас, следит, чтобы мы вовремя принимали все предписанные лекарства, даже таблетки считает. Удивительная девочка выросла в нашей семье. Она такая заботливая, такая внимательная, тщательная. Все запоминает, ничего не упустит. Мне невыносимо сидеть дома и не работать. Я к этому не привыкла. Но тошнота и головокружение пока не проходят, и врачи категорически отказываются меня выписывать. Володя тоже грустит, и это понятно. Он молодой парень, ему хочется нормальной, веселой студенческой жизни, а он вынужден лежать в постели и не выходить из дома. Ничего, это временные трудности. Мы поправимся, и все наладится. В 1979 году Зинаида отчиталась о том, как возмущены были ее коллеги скандалом вокруг альманаха Метрополь, как горевала вся страна, оплакивая 178 погибших при столкновении самолетов на Днепродзержинском, в том числе футболистов ташкентской команды Пахтакор, как радовались за советских хоккеистов, снова ставших чемпионами мира. Подробно описала впечатление от премьерного спектакля в Амхате по пьесе Александра Гельмана «Мы ниже подписавшиеся», на которой ходила с мужем и дочерью. Покритиковала, причем весьма пространно, «Фильм «Осенний марафон», премьера которого состоялась в декабре, перед самым Новым годом. О сыне же упомянуло всего в одной фразе. «Володя, к сожалению, не смог пойти с нами в театр на премьеру пьесы Гельмана. Он очень любит свою работу, старается научиться всем премудростям как можно быстрее, боится совершить ошибку или допустить оплошность, поэтому все перепроверяет и переделывает по нескольку раз, засиживается в министерстве допоздна, очень встает». Этот отрывок тоже был помещен на доску. И, наконец, цитата из отчета за 1980 год, написанного в январе 81-го года. Не могу не поделиться материнским беспокойством по поводу Владимира. Он по-прежнему ни с кем не встречается и о создании семьи даже не думает, хотя ему уже 25 лет. Он вполне освоился на работе в министерстве и теперь уже не засиживается допоздна, успевает выполнить все задания в рабочее время, но вечера проводит не с девушками и не с друзьями, а в нашей районной библиотеке. Конечно, я, как мать, должна радоваться, что наш сын любит книги и тянется к знаниям, но мне так хочется внуков. И так хочется, чтобы Володя устроил, наконец, свою личную жизнь. Не стану скрывать, у меня были опасения определенного рода, ведь молодые умы так неустойчивы, даже если ребенку дали правильное советское воспитание. Поэтому я сходила в библиотеку и проверила, действительно ли Володя ее посещает. Заведующий оказался очень любезной, попросила сотрудниц из абонемента и читального зала все уточнить. К ней в кабинет тут же принесли формуляры, и я убедилась, что наш сын и в самом деле почти каждый вечер сидел в читальном зале, брал произведения классиков русской и зарубежной литературы, читал и делал выписки. Мы обсудили эту информацию с мужем и пришли к заключению, что у нас нет оснований беспокоиться о мальчике, который много работает, а в свободное время думает не о девицах и не о гулянках, а о великой русской литературе. Ну что ж, внуки подождут. Тем более Ульяна пользуется повышенным вниманием со стороны юношей и наверняка скоро выйдет замуж. Так что без внуков мы с Николаем Васильевичем не останемся. Исходя из текстов Зинаиды, получалось, что Владимир Лагутин выбрал карьеру в МИДе, еще будучи школьником. Старательно готовился к поступлению в институт, с интересом учился, с удовольствием работал на должности клерка. В свободное время посещал библиотеку и читал классиков. Серьезных отношений с девушками не заводил, о женитьбе не думал. С моей точки зрения, которую вполне разделял и Назар, такая картинка сильно попахивала ненаучной фантастикой. Мечтать о карьере дипломатического работника, серьезно готовиться к вступительным экзаменам, с интересом постигать науки и после этого чувствовать себя счастливым, перебирая бумажки за столом и не имея других перспектив, только потому, что не успел вовремя жениться. «Бред», — убежденно отрезал Назар, — «любой нормальный молодой человек женится на ком угодно при таких раскладах, хоть на кривой, хоть на горбатой, лишь бы анкета была подходящей». Я был полностью согласен с Назаром, ведь наличие записок молодого учителя совершенно однозначно свидетельствовало о том, что Владимир о карьере в Миде не мечтал ни одного дня. Он хотел быть учителем литературы, но не посмел пойти против воли родителей. «Думаю, твой многоюродный племянник специально не женился, чтобы родители не кинулись пристраивать его в загранку», — предположил мой друг. В этом, как мне казалось, был резон. Какая-то личная жизнь у Владимира наверняка была, но он тщательно скрывал ее от родителей, главным образом от матери, чрезмерно активной и любопытной. Зина, хитрая и лживая, помешанная на идее отправить детей на работу за границу, не погнушалась бы ничем, лишь бы поскорей женить сына хоть на ком-нибудь более или менее подходящем. Но если личной жизни и в самом деле не было, то этому тоже должна быть причина. Какая? И не в той ли загадочной Алле, непонятно куда исчезнувшей с горизонта, эта причина кроется. Следующим вопросом, не дававшим мне покоя, было неожиданно благосклонное отношение родителей к тому, что Ульяна не захотела становиться переводчицей и перевелась в текстильный институт. Об этом я уже говорил ранее, так что повторяться не стану. Почему дочери позволили то, чего не позволили сыну? Зинаида, как обычно, ограничилась лозунгами о свободе выбора и о том, что нельзя губить талант. Ульяна старательно учится. Она девочка ответственная и если взялась за что-то, обязательно доводит до конца. Но мы с мужем видели, что она тянется к рисованию и тоскует без своих альбомов. Мы с ней поговорили по душам, и Ульяна призналась, что профессия переводчика нравится ей намного меньше, чем раньше, когда она еще училась в школе. А рисование — ее истинное призвание. Я посоветовалась с мужем, и мы решили предоставить дочери свободу выбора. Она захотела учиться в текстильном институте. Ульяна поступила в Институт иностранных языков в 1975 году, а с 1977 года училась уже в текстильном. О переводе в другой институт Зинаида кратко написала в отчете за июль-сентябрь 1977 года, а в записках за следующие три месяца вдруг ударилась в подробности, которые почему-то решила опустить ранее. Подробности эти касались того, как проявлялся в предыдущие периоды интерес дочери к дизайну ткани и моделированию одежды. Например, в январе 1978 года Зинаида решила отчего-то припомнить, как они всей семьей в марте 77-го смотрели чемпионат мира по фигурному катанию, и как Ульяна комментировала костюмы наших победителей Родниной, Зайцева, Моисеева и Миненкова, и какие интересные идеи по усовершенствованию этих костюмов высказывала. «Мы с мужем», – писала Зинаида. Тогда спросили у дочери, не поторопилась ли она с выбором профессии, ведь у нее явные способности в области моделирования. Но Ульяна уверила нас, что иностранные языки ей очень нравятся, и она с удовольствием будет ими заниматься. Не обошла моя родственница вниманием и Московский международный кинофестиваль, прошедший в июле. Они ходили и на конкурсные, и на внеконкурсные просмотры. И Ульяна очень внимательно рассматривала одежду иностранных гостей, а дома делала зарисовки и показывала матери со словами. «Мы с тобой сегодня видели вот эту модель платья. А посмотри, насколько лучше она выглядела бы в ткани вот такого цвета или с вот таким рисунком». Одним словом, Зинаида пыжилась и тужилась, чтобы всему миру, но главным образом своим цензорам, доказать, что дизайн текстиля – истинное призвание ее дочери, которое родители замечали давно и готовы были дать дорогу молодому таланту. Все это было откровенной ложью от первого до последнего слова. Все, кроме самого факта перевода из одного института в другой. Но почему? Что произошло? «Смотри», – соглашался со мной Назар. «Твоя Зина решила задним числом подкрепить ситуацию. А что ей мешало все эти подробности рассказать тогда, когда они имели место? Фигурное катание «Март», в начале апреля – отчет. И ни слова об этом. С кинофестивалем такая же картина. В отчете за июль-сентябрь ничего не написано, хотя речь шла в том тексте как раз о переводе в текстильный институт. Здесь рассказу про кинофестиваль было бы самое место. Но нет. Зато в январе Зинаида вдруг спохватилась. Знаю я эти фокусы. Вместо того, чтобы в деталях рассказывать о том, как в Ульяне зреет понимание, что она ошиблась с выбором профессии, Зинаида о чем пишет? Да о чем угодно. Только не о том, что действительно важно для исследования. В ее записках, если по уму, должны быть бесконечные упоминания о сыне и дочери. Ульяна, Володя, Ульяночка, Володенька. А у нее что? Одни сплошные орловы, подробинки, да Снежневский с Морозовым. Она вообще кто, сестрица твоя? Великий психиатр? Или исполкомовский работник, отвечающий за снабжение города промтоварами? С чего ее на психиатрию-то потянуло? Больше покрасоваться не на чем. Я рассмеялся. Назар верно подметил. Зина так увлеклась рисованием идеальной семьи идеальных партийно-советских чиновников, что порой уделяла в своих записях излишне много внимания темам, не имеющим отношения к целям исследования, но зато показывающим ее саму и членов ее семьи в самом идеологически выгодном свете. Действительно, в отчете за первые три месяца 77-го года об увлечении Ульяны текстильным дизайном не было сказано ни слова. Зато несколько весьма объемных абзацев оказались посвящены негодованию вызванному деятельностью хельсинкской группы, осуждению Орлова, Щеранского, Гинсбурга и прочих, и горячему одобрению деятельности КГБ по аресту диссидентов. В отчете за апрель и июнь Зинаида выразительно возмущалась клеветником под Робиноком, молодым фельдшером Московской скорой помощи и всей работой комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях в СССР. В октябре же, описывая события в жизни семьи Лагутиных в июле-сентябре, не обошла вниманием Всемирный конгресс психиатров, состоявшийся в Гонолулу в конце августа. Не понимаю, как можно было так грязно оклеветать замечательных советских врачей-психиатров Снежневского и Морозова и обвинить их в том, что они руководят систематическим злоупотреблением психиатрии в политических целях в нашей стране. Это наглая, беспринципная ложь. Слова Назара о том, что Зинаида не жизнь семьи описывала, а искала на чем бы еще покрасоваться, меня развеселили, и я вдруг увидел, насколько прав мой друг. Все в том же 1977 году много внимания было уделено обсуждению новой конституции на открытых партсобраниях, к которым Зина, разумеется, ответственно и тщательно готовилась, и на которых само собой выступала. А уж сколько мест заняли описания первой московской международной книжной выставки-ярмарки, даже передать невозможно. Но тут Зинаиду можно хоть как-то оправдать, все-таки книги — это тоже товары. Ими снабжаются книжные магазины, и тема была «Пусть минимально, но по профилю работы». В записках, составленных в течение того года, были и Всемирный форум миролюбивых сил, проходивший в Кремлевском дворце съездов, и взрыв в метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская, при котором погибли семь человек, и 44 получили ранения и травмы, и пожар в гостинице «Россия», в котором погибли 42 человека. И премьера фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны», и смерть певца Сергея Лемешева и актера Алексея Грибова, и даже гибель эмигранта Александра Галича. Не без злорадства. Дескать, вел бы себя прилично, любил родину, так не пришлось бы уезжать, и был бы сейчас жив. «Чего только не было в этих записях». «Отчего не было?» «Не было сына Владимира, и почти совсем не было дочери Ульяны». «Неудачные, видать, детки-то получились», заметил Назар. «Правду писать совестно, а открыто врать страшно. Вдруг там, где положено, знают, как оно есть на самом деле. Так уж лучше промолчать, обойти. Уверен, что Зина твоя подвирала, где только могла, но аккуратно, чтобы ее не улечили». «Что же может быть неудачного в сыне работники МИДа?» – удивился я. «Да и дочка вполне удалась, иначе она в США не нашла бы так быстро работу по специальности. Коль нашла, значит, она действительно хороший дизайнер и дело знает». Назар пожал плечами. «Будем разбираться». «Именно для этого я и затеял свой проект». Ульяна молчит, придерживает информацию для своего сыночка Энтони. «Значит, моя задача заставить говорить Владимира».